Каких не берут космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту? 9 июля 2019 года известия Каких не берут космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту? Источник изображения, фото Почему не стоит отправлять в космос тех, кто не хочет возвращаться, и как гендерное разнообразие влияет на работу экипажа? Проект Провалился в начале этого года И 200 тысяч человек, которые подали заявки, чтобы навсегда улететь на Марс, остались на Земле Почему таких, как они, не берут в космос, известиям рассказали психологи, работающие с космонавтами Юрий Бубеев, руководитель отдела психологии, психофизиологии и нейрофизиологии деятельностей Института медико-биологических проблем РАН Вся Земля наблюдала бы мольбы вернуть их обратно Из Китая 6%, из Бразилии 5%, из Великобритании, Канады, Мексики и России по 4%, Аргентина, Испания, Колумбия, Филиппины по 2%, Австралия, Германия, Италия, Перу и Польша, Турция, Украина, Франция и Чили по 1% Подавляющее большинство из них не выдержало бы и ожидания полета По самым оптимистичным прогнозам запуск первых четырех колонистов состоялся бы в 2024 году Профессиональные космонавты от отбора до полета при самом удачном стечении обстоятельств ждут от 4 до 6 лет Но эти люди постоянно занимаются подготовкой Для них это работа А здесь само ожидание очень сильный демотивирующий фактор И так как там много случайных людей, наверное, в основном случайные Для них это было бы непереносимо Я знаю многих, кто ушел из отряда космонавтов, так и не полетав Их профессиональные навыки востребованы во многих сферах У них всякие контакты есть В любом случае это сливки общества Верхняя часть любой нормы и физическая, и краткая и психологическая Отбор очень строгий И эти люди где угодно достигнут успеха Если бы колонисты Mars One Все таки оказались на Марсе Осознание того, что они не могут вернуться Очень быстро привело бы к разным паническим реакциям Какая бы у них ни была в начале мотивация Когда они свою пирамиду потребностей до основания разобрали бы И остались на самом нижнем этаже Тут же возникло бы желание любым способом вернуться обратно Участник программы Series 18-19 Рейнхолд Павел Айтис Источник изображения Фото Пресс-служба ГНЦ РФ и МБП РАН Настоящая экспедиция на Марс в ближайшие полвека однозначно будет И однозначно это будет международный экипаж Так как ни одна страна своими силами в ближайшее десятилетие в одиночку не справится И здесь возникает еще и проблема межкультурной коммуникации Это показал даже наш опыт Mars 500 Эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс При котором шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 суток Там было трое русских, двое европейцев и китаец Вроде, мы все учли, но было непонимание, почему наши отмечают Новый год и равнодушны к Рождеству С китайским участником были проблемы из-за еды Оказалось, что он с трудом в таких пропорциях европейскую кухню переносит В конечном итоге остальные участники отдавали ему всю свою лапшу Европейцам надо было гораздо больше контактов в социальных сетях В разы было больше переписки, чем нашим участникам и китайскому Совсем разный контент надо было готовить для наших и европейцев Им приходилось разыскивать и досылать какие-то сериалы, которые они не досмотрели Наши были более равнодушны, те фильмы, которые мы им вначале по их пожеланиям поставили, их устраивали Какие-то шероховатости, сбои и недочеты наши вообще более легко сносили С европейцами проблем было гораздо больше Участники проекта «Марс-500» источник изображения, фото, пресс-служба ГНЦ РФ и МБП Ранджанна Шевченко, ведущий психолог Центра подготовки космонавтов ИМ ЮА Гагарина, некоторые, заявляя о том, что они слетали бы на Марс невозвратно, в этот момент просто находятся в негативном эмоциональном состоянии На наш взгляд, в эту выборку, 200 тысяч человек, желавших полететь на Марс в один конец, попадают люди совершенно различных категорий У всех у них разная мотивация, часто продактованная личными потребностями, в признании, в уходе от действительности, плохом самопонимании и тому подобное Например, некоторые, заявляя о том, что они слетали бы на Марс невозвратно, в этот момент просто находятся в негативном эмоциональном состоянии И такое заявление является способом отреагировать на отрицательные эмоции Как мне все надоело Лучше я улечу на Марс А других иногда посещает сиюминутное романтическое чувство Полечу на Марс и оставлю свой след в истории человечества Можно предположить, что данная мотивация обусловлена и глубокими психологическими трудностями Психологам было бы интересно изучить эту группу, так как вряд ли в настоящее время есть такие исследования Что касается нашего отбора, мы с осторожностью относимся, например, к фанатикам, желающим любыми путями достичь желаемого Я добьюсь своей цели, чего бы мне это ни стоило Источник изображения, фото, тас-слеш Человек с чрезмерно горящими глазами обычно имеет в характерологическом ресурсе еще и те черты характера, которые обеспечивают ему такую активность И такая избыточная активность не всегда продуктивна для профессиональной деятельности Мы отобрали бы людей с явно сформировавшейся профессиональной мотивацией Например, это может быть ученый-исследователь, который всю свою жизнь положил на то, чтобы изучить возможности жизни на Марсе И такой полет ему просто необходим В команде также нужен и профессионал, который умеет управлять не только экипажем, но и техническими системами космического корабля У нас есть люди, которые больше десяти лет ожидают полет И для того, чтобы понимать, что это ожидание им по силам, мы наблюдаем за ними, беседуем, тестируем Ну, а после этого ищем индивидуальные варианты профилактики эмоционального выгорания Вариантов эмоционально сгладить ожидания много Это могут быть и медитации, и занятия с психологом, занятия спортом и своим хобби В настоящее время мы не имеем возможности искусственно создать среду для невозвращенцев и попробовать экспериментировать на них Чтобы предположить, как бы колонисты вели себя на Марсе Ведь возможно, что в группе окажутся люди со скрытыми установками, которые прорываются наружу только при определенных условиях в виде ярких поведенческих отклонений Профессиональные космонавты с этой задачей миссии на Марс справятся Только вопрос, захотят ли они быть невозвращенцами Ведь у них еще столько земных дел, семья, работа и друзья Наталья Филиппова, ведущий психолог Центра подготовки космонавтов ИМ ЮА Гагарина, будущий космонавт должен уметь занимать позиции лидера, и подчиненного И все же мы уверены, что среди этих 200 тысяч претендентов есть какой-то процент людей, но он очень мал, которые имеют очень мощную профессиональную мотивацию Считают, что полет на Марс это их миссия Космонавты это люди стрессоустойчивые, с гибким мышлением, с гибкой коммуникацией, умеющие налаживать общение с любым человеком И еще одно важное качество, характерное для профессионала Будущий космонавт должен уметь занимать позиции лидера, и подчиненного У нас некоторое время назад один замечательный человек с серьезной лидерской установкой не прошел отбор лишь потому, что у него была выражена лидерская позиция, проявлялась чрезмерная авторитарность в коммуникации Даже в условиях полугодового полета это чревато конфликтами и в результате срывом выполнения программы Игнат Шестаков Право на данный материал принадлежат известиям Материал размещен правообладателям в открытом доступе Продолжение следует...